Всем добрый день. Слышно, не слышно, связь есть. Дайте знать. Дайте знать. Отлично, ну что ж, тогда мы начнем сегодняшнюю лекцию. Слайды видно, да? Лекция называется «Краткое введение в генетику и молекулярную биологию». Соответственно, это первая часть лекции, будет еще вторая. Я сейчас пройдусь по основным понятиям. Дам общее представление, что такое генетика, что такое молекулярная биология, что эти науки изучают. И немножко расскажу об основных механизмах, которые в этих науках изучаются. Соответственно, основные определения генетика. Это у нас раздел биологии, который занимается изучением генов, которые, в свою очередь, являются источником наследственной информации в организмах. Молекулярная биология, в свою очередь, это наука, точнее, это даже комплекс наук, которые изучают механизмы. Механизмы хранения, механизмы передачи и реализации генетической информации. Также изучают строение различных высокомолекулярных соединений, которые составляют клетку живого организма. Вот здесь любой организм, любой живой организм состоит из клеток. Примерный химический состав клетки приведен сейчас на вашем слайде. Клетка состоит из неорганических веществ, в которых, в общем-то, большинство, то есть 70-80% это вода, плюс какое-то количество есть минеральных солей. И остальное это у нас, соответственно, органика. Белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты. Речь у нас сегодня пойдет в основном как раз об этих, казалось бы, незначительных 1-2% клетки, но которые на самом деле играют решающую роль. Итак, какие у нас бывают нуклеиновые кислоты? Вы уже, наверное, все знаете, что есть ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, есть РНК, рибонуклеиновая кислота. Начнем с первой из них. ДНК. Все вы, наверное, видели подобные картинки, вот этой интересной закрученной двойной спирали. Соответственно, что это обозначает? На следующем слайде как раз остановлюсь на этом поподробнее. Наверное, тоже многие из вас знают, что ДНК – это полимерная молекула, которая состоит из более мелких молекул, так называемых нуклеотидов или оснований по-английски basis. Соответственно, их 4 штуки – аденин, тимин, гуанин и цитозин. Кто интересуется химией, здесь на слайде также приведены их химические формулы. И, соответственно, из этих нуклеотидов у нас состоит ДНК. Соответственно, они слепляются друг с другом и образуется такая лесенка, которая впоследствии закручивается. Давайте я перейду на следующий слайд и остановлюсь на этом тоже поподробнее. И вот здесь мы видим, есть на схеме приведены отдельные нуклеотиды. Соответственно, наверное, вам известно, что обычно они обозначаются соответствующими буквами латинского алфавита – АТГЦ. Нуклеотиды друг с другом соединяются и образуется такая вот лесенка. Дальше, соответственно, эта лесенка уже закручивается в следующую структуру – в двойную спираль. Ну, на самом деле, это еще не все, как у нас хранится информация. То есть, если мы вытянем эту двойную спираль, она у нас будет очень-очень длинная. Поэтому нам нужно ее как-то компактно сложить. Она складывается в некую структуру, в некие такие комки, которые образуют хромосомы. То есть, соответственно, эти самые хромосомы, они находятся в клетке, в них и хранится информация генетическая. Так, поехали дальше. Одно из важнейших понятий, один из важнейших моментов молекулярной биологии – это центральная догма молекулярной биологии. Соответственно, что она из себя представляла в самом начале. То есть, когда ее сформулировали, она выглядела так, что существует ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. Она может реплицироваться, создавать свои копии. Она может служить в качестве матрицы, чтобы из нее создавалась РНК. А из РНК уже, соответственно, может создаваться белок. Процесс получения из ДНК РНК называется транскрипцией. Процесс получения из РНК белка, соответственно, называется трансляция. Но наука у нас не стоит на месте. Соответственно, позже было установлено, что на самом деле центральная догма… Она немножко сложнее. То есть, сначала поняли, что… В принципе, бывают такие ситуации, когда из РНК может получаться обратно ДНК. Этот процесс называется обратной транскрипцией. Также позже было выяснено, что из некоторых РНК могут получаться другие РНК. И, наконец, может быть такая ситуация, что у нас из ДНК сразу непосредственно напрямую получается белок. Пойдем дальше. Остановимся на процессе транскрипции. Соответственно, транскрипция – это получение… Ну, если говорить простым языком, это получение РНК из ДНК. То есть, ДНК у нас служит в качестве матрицы. Интересно у вас… Вот это окно тоже видно. Я его сверну на всякий случай, чтобы вам слайд был виден целиком. Так вот, транскрипция – это процесс создания РНК из ДНК. Ну, то есть, на основе ДНК. ДНК служит в качестве матрицы. Для того, чтобы запустить транскрипцию, нам нужен специальный фермент. Он называется РНК-полимераза. Что у нас происходит? Двойная цепочка ДНК у нас раскручивается. И дальше на основе одной из цепей уже достраивается наша РНК. Следующий процесс, который также был упомянут ранее – это репликация, то есть создание копии ДНК. Если совсем кратко, то что у нас происходит? У нас, опять же, раскручивается цепь двойная, она разрезается, и на основе каждой из этих цепей достраивается другая цепочка. Да, очень важно сказать, я вернусь на несколько слайдов назад, что у нас действует так называемое правило комплементарности. Соответственно, всегда у нас напротив цитозина стоит гуанин или наоборот, напротив аденина тимин или наоборот. То есть, соответственно, не бывает такое, что у нас напротив цитозина стоит аденин. Это очень важно, потому что это позволяет на основе одной цепочки, руководствуясь этим самым принципом комплементарности достроить вторую цепочку. Благодаря этому как раз у нас происходит процесс репликации. Соответственно, у нас здесь участвует несколько различных ферментов. Есть топа изомераза, которая как раз у нас раскручивает цепочку. Есть хеликаза, которая ее разрезает. Соответственно, ДНК полимераза, которая запускает процесс достраивания цепочки. То есть, схема примерно выглядит так. Дальше. Перейдем к понятию гена. Что же такое ген? Ген – это у нас участок молекулы ДНК, в некоторых случаях РНК, в котором, соответственно, закодирована информация. Информация эта обычно включает в себя… Ну, то есть, это информация о синтезе какого-то обычно одного белка. Соответственно, белок – это у нас определенная аминокислотная последовательность. Здесь у нас проведена еще раз схемка для общего представления, что у нас где находится. То есть, вот у нас клетка. В клетке у нас есть ядро. Вот в ядре, соответственно, у нас находятся наши хромосомы. То есть, здесь мы видим хромосомку, которую мы можем приблизить и увидеть, что как раз это собранная в комок такая двойная цепь. ДНК, в котором привычнее всего, но чаще всего изображают именно ДНК. И как раз определенный участок этой ДНК у нас и будет геном. Соответственно, гены у нас находятся на хромосоме. Но важно понимать, что хромосома не состоит только из генов. Там есть как и так называемые кодирующие, так и некодирующие участки. Так вот, гены – это как раз у нас кодирующие участки, так как они кодируют какую-то аминокислотную последовательность. Но есть также и между ними участки, не кодирующие. Также важное понятие в молекулярной биологии – это экспрессия генов. Это как раз получение какого-то полипептида, какого-то белочка из нашей ДНК. То есть у нас происходит процесс транскрипции, процессинг, процесс трансляции, уже в итоге которого получается наш полипептид. Давайте остановимся на этом процессе чуть подробнее. Соответственно, ген обычно состоит из так называемых энтронов и экзонов. Экзоны – это у нас кодирующие участки гена, а энтроны – это некодирующие участки. И обычно, соответственно, после того, как мы получили РНК, чтобы нам получить нужный нам ген, он собирается как раз из этих самых экзонов. Причем эти самые экзоны могут собраться необязательно единственным образом. То есть, допустим, у нас может собраться экзон 1, потом сразу пойти экзон 3. И из-за этого у нас получается определенная вариабельность. Соответственно, полученный полипептид у нас состоит из аминокислот, которые мы можем записать в виде трехбуквенных фраз. То есть, условно говоря, полипептид – это у нас набор аминокислот, а аминокислота – это, в свою очередь, набор из каких-то трех нуклеотидов. Соответственно, вот эта вот запись из трех нуклеотидов называется кодоном. Известно, что у нас нуклеотидов 4. Да, кстати, важный момент. Как уже было сказано ранее, ДНК состоит из четырех нуклеотидов, соответственно, аденин, тимин, гуанин, стазин. Одно из отличий структурных РНК от ДНК – то, что у нас тимин заменяется на урацил. То есть, по составу РНК отличается на ровно один нуклеотид. И, соответственно, мы можем построить определенное количество комбинаций. Ну, если знаете основу комбинаторики, сколько у нас можно построить комбинаций из четырех букв? Получается 64 штуки, правильно? Вот здесь они у нас изображены, все 64. Давайте чуть подробнее рассмотрим. Соответственно, какие свойства у нашего генетического кода. Одно из свойств – это избыточность генетического кода. То есть, у нас может быть 64 вот этих самых триплета. Но кодируют они только 20 аминокислот. Прошу прощения. Соответственно, причем кодируют не все 64, а 61 кодон. Три кодона у нас – это так называемые стоп-кодоны или терминирующие кодоны. То есть, те, на которых заканчивается считывание. Ну и второе свойство – это вырожденность генетического кода. То есть, оно заключается в том, что у нас одну аминокислоту может как раз кодировать несколько кодонов, то есть, несколько разных комбинаций. Кодоны, точнее, у вас на рисунке сверху проведены все возможные кодоны, и как они распределяются, какие именно кодоны кодируют, какие аминокислоты. Соответственно, каждая аминокислота у нас тоже обозначается определенной буквой. Впоследствии, когда вы будете работать с генетической информацией на компьютере, то есть, она может быть представлена не только как набор нуклеотидов, то есть, букв АТГЦ, но и как набор азбуки из 20 букв. Это, соответственно, будет как раз аминокислотная азбука. Вот. Соответственно, плавно подвожу вас к тому, что генетическую информацию можно достать, прочитать и что-то из нее узнать. Как это происходит? То есть, есть такое понятие, как секвенирование. Секвенирование – это считывание определенной последности, либо ДНК, либо РНК, либо белка. Соответственно, как это происходит? Я сейчас не буду останавливаться сильно подробно, потому что у вас на эту тему будет отдельная лекция. ДНК можно выделить из клетки. Самый простой вариант – это взять слюну. Соответственно, берется слюна в пробирку. Дальше происходит определенная пробоподготовка, обработка определенной химией, чтобы у нас экстрагировалась именно непосредственно ДНК. И дальше с помощью специального прибора это ДНК считывается. Единственное, что считывается, она, как правило, не одной большой цепью полностью. Такое считывание практически невозможно. Точнее, возможно. Есть один метод, но он очень дорогой и очень медленный. Поэтому сейчас обычно секвенирование происходит именно коротких фрагментов. То есть по 200, по 300 этих самых нуклеотидов, бывает иногда тысяча, может быть больше. Это зависит от того, каким именно прибором вы секвенируете. Но опять же, об этом будет чуть поподробнее в лекции по секвенированию. Но некоторые основы сейчас постараюсь рассказать. Сейчас я переключусь на другую презентацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Соответственно, давайте немножко остановимся на практической части. Зачем нам это нужно? Зачем нам нужно секвенировать геномы? Это у нас в первую очередь может помочь продиагностировать заболевание. Соответственно, подобрать индивидуальное лечение и в том числе оценить развитие риска заболевания в будущем. Также можно оценить некоторые предрасположенности. То есть, с какой вероятностью у того или иного человека впоследствии может развиться то или иное заболевание. Секвенировать можно не только геномы человека. Можно секвенировать геномы бактерий, например, или геномы животных. То есть, геномы бактерий можно секвенировать для того, чтобы... Ну, если это какая-то патогенная бактерия, подбирать лечение против нее. Соответственно, геномы животных можно секвенировать для того, чтобы производить какую-то селекцию. Для того, чтобы, допустим, наши коровки давали больше молока или больше мяса. Вот здесь приведу небольшую схемку по поводу секвенирования, по поводу его стоимости. То есть, если раньше секвенировать было очень долго и дорого, то теперь стоимость секвенирования упала во много-много раз. И, в принципе, на 2015 год она составила в районе 1000 долларов за геном человека. Единственное, что справедливости ради надо сказать, что с 2015 года стоимость секвенирования упала не сильно. То есть, она примерно осталась на том же уровне и, скорее всего, сильно дешевле это не будет. Но, тем не менее, это уже какая-то приемлемая цена, чтобы использовать секвенирование в медицинских целях. Соответственно, вкратце, первый вид секвенирования, который был изобретен, это как раз секвенирование по Сенгеру. В чем его преимущество до сих пор? Оно используется до сих пор. У него очень высокая точность и, соответственно, очень высокая длина секвенирования. То есть, мы можем секвенировать с помощью Сенгера большие фрагменты генома, либо даже, если это какой-то небольшой геном какой-то бактерии, мы можем секвенировать иногда целиком. Но впоследствии появилось следующее поколение секвенирования, так называемое NGS, Next Generation Sequencing. Оно уже заключается как раз в том, чтобы секвенировать короткие фрагменты ДНК. То есть, у нас берется ДНК, амплифицируется. В итоге мы получаем много-много копий одной и той же ДНК. Мы ее разрезаем на много-много маленьких частей. И после этого уже эти короткие фрагменты считываем. А потом, после того, как мы их считали, мы можем эти все короткие фрагменты друг на друга наложить. И таким образом мы можем собрать геном. На этом остановлюсь чуть попозже. Здесь, на этом слайде, вы можете видеть основные стадии процесса секвенирования второго поколения. Соответственно, из клетки выделяется ДНК. Потом она фрагментируется. Дальше пришиваются специальные последовательности, так называемые адаптеры, за которые мы потом сможем конкретные фрагменты вытаскивать. И после этого уже секвенируется. Вот здесь пример фрагмента ДНК для секвенирования на платформе Illumina. Illumina – это как раз один из секвенаторов второго поколения. Здесь слайд, который показывает процесс амплификации, то есть наращивание числа копий. То есть у нас есть какая-то платформа, на которую пришиты как раз короткие последовательности, за которые у нас уже цепляются последовательности нашей секвенируемой ДНК. После чего у нас происходит полимеразная цепная реакция, в ходе которой увеличивается число копий фрагментов ДНК. Соответственно, при секвенировании, еще раз слайд, который показывает, что у нас есть несколько копий молекул ДНК, они фрагментируются. Но у нас есть одна большая проблема. У нас нет информации, из какой части генома взят тот или иной фрагмент. Поэтому впоследствии нам нужно на что-то ориентироваться, чтобы понять, откуда взят этот фрагмент. Ориентироваться можно, например, на так называемый референсный геном, условно усредненный геном того или иного организма, с которым мы можем сравнить и посмотреть, откуда, скорее всего, этот фрагмент пришел. Также они могут перекрываться друг с другом и содержать ошибки. Это уже пошла больше биоинформатическая часть. Приведу вот этот слайд. Прошу прощения. Здесь приводится такая шуточная интерпретация того, как происходит сборка геномов. То есть, допустим, у вас есть стопка какого-то выпуска газеты. Мы ее подрываем с помощью взрывчатки. У нас получается много-много-много фрагментов этой самой газеты. Поскольку у нас была целая стопка, они повторяются. И нам их как-то надо сложить. Так вот, процесс складывания генома у нас по сложности аналогичен тому, что приведен на этой иллюстрации. Здесь вкратце показывается принцип, как у нас происходит сборка. То есть, сборка бывает двух видов сборка Денова, когда мы ничего не знаем про этот организм, и когда нам надо собрать его из этих фрагментов, не основываясь ни на какую информацию генетическую, которая уже известна. Это происходит с сопоставлением как раз вот этих мелких последовательностей. То есть, видимо, они частично перекрываются. И складывая их, мы можем восстановить последовательность исходного организма. Но это довольно сложный процесс. Там могут возникать так называемые повторы. Один и тот же фрагмент повторяется много раз, которые затрудняют нам собрать геном. Поэтому процесс этот очень сложный. Гораздо проще, когда у нас уже есть некий референсный геном. И когда мы секвенируем наши последовательности, уже мы можем наложить их на этот самый референсный геном. И тем самым более точно понять, откуда у нас какой фрагмент пришел. Таким образом мы можем либо уточнить референсный геном, если он недостаточно точен. То есть, мы отсеквенируем один и тот же виду, условно говоря, организма много раз. И у нас получится несколько похожих последовательностей. Сопоставив их, взяв, условно говоря, средние, мы можем уточнить этот самый референсный геном. Так, ну, дальше у нас идет уже биоинформатическая часть. Я думаю, что остальное у нас уже будет в следующих лекциях. На сегодня я пока закончу. Соответственно, если есть какие-то вопросы, задавайте, пишите в чат. Спасибо. 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 Она будет про реал-тайм ПЦР с РНК. Мы немножко затронули ПЦР, но на этой лекции вам скажут гораздо подробнее, как это все происходит. А в четверг будет вторая часть лекции введения в молекулярную биологию генетику. И вторая лекция 4 числа – это будет как раз секвенирование. Продолжение следует... 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 Пишите, я тогда отвечу на них уже в письменной форме. Тогда, видимо, завершаю трансляцию.